Всем привет! Фу! Прям фу! Опять блогер будет про свои покупки нам сейчас втирать. Доставать всякую дичь из чумазых коробок, смахивая ностальгическую слезу нюхать мануалы и облизывать диски. А вот не дождетесь. Тут вам не это. Не как его. Короче, все будет четко, поговорим об играх Вии с любовью и обстоятельно. Разберем дальше все то великолепие, которое я купил одной большой мега покупкой. Эх, давайте пировать. Напомню вкратце предысторию. Я купил одним махом около 150 игр на Вии и Виию, большинство из которых очень достойные. А также кучу аксессуаров и черную-причерную премиум консольку Виию. Про Виию и игры в этой мега покупке я вам в предыдущих роликах рассказал. Перейдем к играм Вии. Годыщ. Заходим с козырей. О, сколько сразу годноты там. Четыре хороших РП-двунички. И в первую очередь это касается вас, дорогая гражданочка The Last Story. Слушайте, уважаемому ветерану игростроя, нашему любимому деду Хиранобу Сакагути, уже за 60 перевалило. Во время летит. В рассвете творческих сил Хиранобу отпахал на Сквея, будь здоров. Делал Файнал Фэнтези, делал-делал, делал-делал, делал-делал и уже ну сколько можно их делать. Но из подвала Сквея его не выпускали. Пока не вышел анимационный фильм Файнал Фэнтези Спирит Свизын, в котором Сакагути был одним из продюсеров. Неплохой в общем-то фильм, но уж сильно дорогим он получился. И вложенных денег не вернул. Уважаемый Хиранобу тогда расстроился. Сказал, что я-то уважаемый. А вот менеджмент в Сквея неуважаемый. И вообще они, козлы. Уволился и, как это часто водится, создал свою компанию. Чтобы делать что угодно, только не Файнал Фэнтези уже. Также прихватил с собой свободное плавание одного из лучших игровых композиторов. Набуя Уэмацу. И вот в начале 2000-х новая компания Сакагути, Мист Вока, явилась перед нами с несколькими проектами. Блю Дрэгон и Лост Одиссей вышли на 360-й бокс. На них Уэмацу набил немножко гематом и, порефлексировав над ошибками этих проектов, задумал The Last Story, которая доехала до Вии. Не делая особенных прорывов, The Last Story, тем не менее, вышла достаточно интересной игрой с сильно неконсервативной боевой системой. На боевку потратили много сил, экспериментировали и, как результат, это одна из немногих японских РПГ, где бои не воспринимаются как тяжелая и утомительная рутина. В общем, годная вещь. А с учетом Вии-эксклюзивности этой игры, The Last Story ну просто обязательно для хорошей Вии-коллекции. Ну, зрители уже застыдили меня. Говорят, ты че, игролох, совсем от жизни отстаешь. Смотри ксеноблейдов сколько понавыходило. А ты ни один из них не прошел. И вот в феврале этого года пробежал первый Xenoblade Chronicles. Проходил, правда, уже на свече, но на свет божий Xenoblade Chronicles явилась именно на Вии в 2010 году. Пока впечатления от игры у меня свежие, буду делиться. Знаете, как говорили раньше? Бьет, значит любит. Сначала побьем Xenoblade Chronicles немножечко, потом полюбим. Вот нам Дроздов в эксклюзивном рассказе для игролова описал жизненный цикл коллекционеров видеоигр. Очень живо и интересно описал. А мы ему в ответ про животный мир Xenoblade Chronicles расскажем. Отправляемся в командировку на Байонис. Николай Николаевич, принимай. Ну что, Николай Николаевич, за жизнь вы повидали немало. Но, ручаюсь, не все о животном мире знаете. Вот, например, что вам известно о колониальных краблах? О кулачных кроликлах много вы знаете? О этих, прости господи, богомольных гусеницах? Ничего, Николай Николаевич, сейчас все поправим. Тем более весь животный мир Байониса до безобразия просто. Они, Николай Николаевич, ничего не едят, представляете? Не спят, не играют. Бродят, как непрекаянные туда-сюда на пяти квадратных метрах. Жертвенно ждут, когда команда спасителей мира вскроет им пузырь с экспой и извлечет какой-нибудь нужный для сайт квеста анус радужной улитки. Ну чего вы придираетесь? Для ремонта самолета очень нужен анус улитки. Чтобы не утомлять игрока, сознательные творюшки даже окажут сопротивление. Но это не со зла, просто потому что иначе нам будет скучно добывать из них боевой опыт и экшн-поинты. А вот еще, у нас же не детская передача, поэтому можем поговорить об еще одной важной составляющей жизни животных Байониса. Как они, зверюги эти, собственно говоря, размножаются. А есть среди зрителей у нас аквариумисты. Вы когда-нибудь наблюдали за нерестом лабиринтовых рыбок, например, макроподов? Сложнейшее и увлекательнейшее действо. Самец надевает свой лучший цветастый кафтан, строит для икры дом из пузырьков воздуха и, в нежном танце обвивая своим телом самку, помогает ей в икрометании. У-у-у, ну тут природа явно что-то переусложнила. Животный мир Байониса устроен на размножении гораздо рациональней. Зверье размножается перезагрузками. Как только ваша команда вандалов вырезает все поголовье очередной локации, можно сохраниться и запуститься заново. Вуаля, все снова на месте. Целомудренно, бесхитростно и сохранять постоянное поголовье скота позволяет. Не то что эти макроподы. Браво! От зверюг всяких перейдем к другой важной для нас составляющей игрового мира – сайт-квестам. Тут есть за что ксеноблейду надавать по печени. Так, признавайтесь, вы когда про игры знакомым рассказываете, говорите что-то типа «я в нее наиграл 150 часов». Представляешь, какая она большая? Или там игра хорошая, но слишком короткая? Если вы так делаете, немедленно прекратите. Слышите? НЕ-МЕ-ДЛЕ-НО. А то разработчики вас слушают и потакают. Вот в Xenoblade Chronicles ради миллиона часов на прохождение носовали сайт-квестов. Прям закусив у дела, давай их сотнями лобать. Нафигачили больше 400 штук. Но экономии бюджета ради не особо заморачивались. Интересных среди этих квестов лично для меня угадайте сколько. Правильно, ноль. Все по классике жанра. Мир населен ленивыми жопами, которые в лучшем случае праздно шатаются по городу, хотя бы ноги разминая. В худшем просто стоят у стеночки. Представляете, весь мир вообще ничего не делает. Ждут сволочи, когда прибудут наши герои, чтобы нагрузить своими проблемами под надуманными предлогами. Обои клеить умеешь? А че? Надо обои поклеить по-образски. Креатива ноль. Большая часть заданий убей X зверушек и достань Y предметов. И вот вы, вместо того, чтобы выполнять возложенную на вас высшую миссию, бегаете в поисках всякого хлама. Ищите какие-то ногти кваркозеброидов, кишки носороглов и всякие другие усы Чапаева. Зачем? Да потому что вы команда лохов в мире эксплуататоров. Натурально, один из NPC просит вас принести воды. Воды ему, понимаешь, неси. Вы охренели? Часть из тунеядцев на дежурстве 24 на 7, часть выходит на работу по ночам, часть днем, часть с 18 до 3 ночи и прочие варианты. Понимаете, к чему это ведет? Для того, чтобы просто собрать квесты, вам нужно бегать туда-сюда по унылым городам, постоянно перематывая время. Собираете пачку заданий и юх, вперед за водой, клювами журафлей и прочими нужными вещами. И все это безобразие для того, чтобы вы, вот лично вы, потом рассказывали, как много времени вы в игре провели. Все, я недоволен. Требую остановить это безумие. Лучше меньше, да лучше. Поделитесь, кстати, в комментариях, как вам такие сайдквесты в играх. Всякие принеси-подай, спаси котенка, найди чушню какую-нибудь и тому подобное. Так, до животного мира домотался, сайдквестом по мордам надавал, кто у нас еще не обиженным остался? Ага, сюжетные ролики. Хорошие тоже есть, но большая часть возмутительная халтура. Выходишь на очередную локацию, а твои сопартийцы изрекают что-то вроде, какое все зеленое, какое все красивое, или начинают какой-то высокопарный бред нам втюхивать. Вот же душнилы. Есть, конечно, и персонажи развлечения нашего ради созданные, но лучше бы их не было. Все, друзья, с негативом покончили. А в остальном, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Визуально для Вии игра шикарная. Над миром карпели. Локации создали обширные, с возможностью залезть практически в любой угол. Наполненные деталями, разнообразные. Боевая система не скучная, по миру бродит устрашающие создания 80-го уровня. Встреча с которыми заставляет вас обиженно приговаривать. Вот я потом раскачаюсь, вернусь и отомщу. Фишек всяких миллион, и на удивление многие из них ладно скроены. Сюжет вас не удивит, если вы играли в прорывную в этом плане Ксенаджирос. Но он забористый, смелый. Таким можно и чьи-то чувства глубоко оскорбить. К счастью, в этот раз повествования обошлись без дешевых и явных отсылок к философии, психологии и всему такому прочему, что авторы Ксеносаги умудрялись ни к селу, ни к городу вставлять. К героям, несмотря на их неподобающий для спасителей вселенный вид, привыкаешь. И даже у меня, старичка, они какую-то эмоцию иногда умудрялись выбивать. Душевненько. В общем, в Синоблэйд Хрониклс вещь очень и очень достойная. Какое-то время цена на эту игру на ВИИ была достаточно кусачей, сейчас это в прошлом. Налетай, господа. Еще одна игрушка с непожеванной боевкой Пандора Стауа. Как-то нам на такие везет в этом ролике. В нее до сих пор не играл, но то, что видел, выглядит многообещающе. Возможно и Хидден Джем. Как-нибудь разберусь и уже после этого расскажу вам. С Tales of Symphonia тоже пока не удосужился познакомиться. Вообще, из всей Tales of серии, а серия-то огромная, я проходил только Tales of Destiny 2. Еще в эпоху первой PlayStation. И остался тогда этой игрой очень доволен. Что-то мне подсказывает, что и Tales of Symphonia не подкачает. О, Мономур. Sin and Punishment Stars Accessor на ВИИ. Первый Sin and Punishment на N64 был игрой добротной. Но второй на ВИИ, это прям next level. Визуально все прекрасно в своей сдержанности. Одна из самых приятных и круто выглядящих игр на ВИИ. Геймплей? Ну это, друзья, компания Трэжа. Компания новатор и экспериментатор. У нас в стране эту компанию все помнят в основном благодаря Gunstar Heroes. Но поверьте, большая часть игр Трэжа – настоящее сокровище. В одну Sin and Punishment Stars Accessor столько всяких навороченных геймплейных фишек напихали, что заскучать не получается даже пройдя эту игру несколько раз. Музыка очень драйвовая. Черт, даже с ВИИ Моутом игру подружить смогли на 5 с плюсом. Управляется все это великолепие прекрасно. Если бы я выбирал топ-5 игр на ВИИ, то Sin and Punishment точно в такую пятерку вошла бы. А вот помните, с чего канал стартовал? Игры компании Трэжа были одной из первых тем, и этим играм посвящено было несколько роликов. Про оба Sin and Punishment я вам в этих роликах успел рассказать. Ай да я! Какой-то феерический шум наделали в то время Super Mario Galaxy. И первая, и вторая. Полюбившиеся профессиональным журналистам, хотя кто этим продажным журналюгам верит, эти игры и нам, простым игрокам, зашли очень хорошо. И есть за что. Все здесь на твердое отлично, друзья. Размах, красота и благозвучие. Не все разработчики смогли ВИИМОУД и НУНЧАК укоротить, но, конечно, глупо было бы ожидать, что в этой игре с управлением не справятся. В общем, как и все последние 3Dшные Марио, эти две игры шедевральны. А во какой позор на мою седую голову. Не в один Метроид Прайм я до сих пор не удосужился поиграть как следует. Ай-яй-яй. Хотя ставшие классическими 2D Метроиды я почти все прошел. И даже в относительно свежий Метроид Дредд обыгрался основательно. Первые две части Метроид Прайм выходили на Геймкьюб. И у меня кубические версии, разумеется, тоже в коллекции имеются. А третья часть Карапшен выходила уже на ВИИ. А еще на ВИИ выходил сборник со всеми тремя частями Метроид Прайм сразу. Роскошно, конечно, но цена на этот сборник кусачая. Что на ПАЛ версию, что на Американку. У меня в коллекции ВИИ до покупки вот этого мега лота у Димы было что-то около 130 разных игр. Но Метроид Прайм трилогии не было. А теперь вуаля. Благодаря этой покупке есть и Американка, и Европейка. Вот такие два коллекторс эдишн. Ну что, мне крупно повезло. Знатно коллекцию ВИИ обогатил. А, чуть не забыл. Чтобы окончательно на ВИИ нас метроидами обмазать, Нинтендо подрядила Тим Ниндзи еще одну игрушку этой серии забабахать. Метроид Азе Эм. В этот раз попытались перемешать классику с новыми геймплейными фишками и рассказать нам побольше про Самус. И не буду брюзжать, хорошо, что ее выпустили. И очень хорошо, что экспериментируют в рамках многоуважаемой, да что там, горячо любимой вселенной. Что там в топе по провоцированию семейных скандалов? Ну как говорят, чтобы поругаться с женой, поклейте вместе обои? А вот и фиг. Если вы так думаете, вы не пробовали вместе в Resident Evil Chronicles серию играть. Взаимные обиды и обвинения вам гарантированы. Кто-то не проконтролировал левый угол, не так повернулся и вообще знатный косипор. Это точно для сплочения игра! Как раз на ВИИ и как раз вместе с женой я и знакомился с Chronicles серией. Поиграли и в Umbrella Chronicles, и в Darkseid Chronicles. Это вообще очень большая редкость, чтобы моя жена хоть вот что-то играла. А тут вот, соблазнилась. Незамысловатая и веселая. Заставляющая вспомнить кучу номерных резидентов Chronicles серии. Обязательно играйте. И счастливой вам охоты. Штопанный насос. После длительного перерыва вернулась на домашние консоли блудная кирбичка. Фирменного приема с высасыванием из врагов всяких ништяков ее в этой части лишили. Как он там прием этот называется правильно? Кто сказал blowjob? Ну что вы, никакой не blowjob. Inhale. За отсутствующий inhale придется отдуваться морфтехником. В кого только кирби тут не трансформируется. Геймплей это сильно разнообразит. А веймоут для всяких выходок тоже, кстати, приходится. Сейчас уже никого, конечно, не удивишь крафтовыми мирами. Но во время релиза игра смотрелась вполне себе оригинально и даже отхватила по этому поводу несколько наград. Ну а так, кирби есть кирби. Добрая-добрая игра. А если хочется недобрую? А вот тогда вам брутальнейшая Медвилл. Кровавый вихрь в оригинальной визуальной обертке. Черный барон, епископ насилия и расчлененки, рекомендует. Медвилл – детище Платинум Геймс. А уж они в экшенах точно понимают. Не всем зайдет этот черно-бело-красный угар. Но если до сих пор не пробовали, то точно стоит попробовать. Эх, моя старческая память мне говорит, что кто-то уже про эту игру вам рассказывал. Но было это так давно, и никто уже и не упомнит, кто это рассказывал, про что рассказывал. Если вдруг вспомните, напишите в комментариях, что ли, кто бы это мог быть. А еще у кого-то на канале есть рассказ очаровательной Анны. Вот об этой игре. Заком Двики. Обязательно посмотрите этот душевный ролик. А Анне большое спасибо за ламповый обзор. Милота. Fire Emblem, конечно, ни в каком представлении не нуждается. Про эту серию рассказано уже столько. У нее такое бешеное количество фанатов, что сказать что-то оригинальное вряд ли получится. Давайте о приземленном немного поговорим. О том, что происходило с ценами на игры. Сейчас как-то все рьяно увлеклись устранением пробелов финансовой грамотности. Про инвестиции заговорили, акции-шмакции, фьючерсы всякие. И о ужас, структурные ноты. Куплю по 100, продам по 200, а дивиденды же еще. А вот, смотрите, игры как инвестиция. На момент окончания эпохи V у нас в стране распродавали то, что оставалось. И я четко помню, что купил Radiant Down приблизительно за 8 долларов. Сейчас, если получится приобрести силд за 100 баксов, считайте, что вам крупно повезло. Никого не уговариваю в игры инвестировать. Сам собираю не для этого. Просто делюсь наблюдениями. Теперь, кстати, Radiant Down у меня дубль. Будет на что менять. И теперь вы знаете, что говорить жене, если она вас за покупки всякой хрена в ней пилит. Развернитесь и, сверкнув очами, с достоинством отвечайте. Но-но-но. Я инвестор. Я уже упоминал в своих роликах Клава Студия, подарившую нам сразу несколько крутейших игр. В том числе, супер недооцененный, мега крутой битэмап God Hand на PlayStation 2. Ну, если про God Hand мало кто знает, особенно если канал игролов не смотреть, то про Аками от Клава слышали многие. Втянувшая в себя километровый бласт японской культуры, божественно выглядящая Аками переиздавалась уже много раз. И если на PlayStation 2, на который она выходила, можно было домотаться до управления, то в Wii версии Wii Mode вам в руки. В игре надо постоянно кистью махать. Делать это Wii Modeом с подручнее, чем стиками на геймпаде. В общем, порт сам собой напрашивался. И креативная игрушка про похождение Аматерасу на Wii была выпущена. Ура! Zelda Twilight Princess выходила уже под занавес GameCube одновременно с выходом Wii. И, к счастью, Nintendo решила одновременно эту игру на обе системы выпустить. Так же, как они поступили с Breath of the Wild позже. Я играл в эту Зельду своевременно. И, так как Wii у меня на тот момент еще не было, играл на кубике. Так же сильно, как Виндвейкер, я эту Зельду не полюбил. Ну так это потому, что Виндвейкер я любил и люблю просто до беспамятства. А так, Twilight Princess – сила. Куча приятных воспоминаний оставила. Чаще всего вспоминаю лихие кавалерийские поединки и душевную трогательную концовку. Хорошая игра. А вот Skyward Sword у меня одна из наименее любимых Зельд. Простите, если задену чьи-то чувства, но, увы, в эту Зельду я играл как раз на Wii. И, ёппарасете, управление меня насиловало прям до самого победного конца. Я вот говорил, что было бы странно, если бы в большом тайтле Nintendo не смогли с управлением на родной консоли справиться. Ну и зря я так говорил. Wii Mode тут внедрём на полную катушку. И всю игру некоторые механики доставляли мне боль. Прямо боль и страдания. Если бы не смотревшие мои Зельда похождения дети, ни за что бы эту игру не прошёл. Не иначе какой-то Генандорф это безобразие придумал. Не подумайте, сделано всё остальное добротно. На мой вкус, может, чуть затянуто, но с душой. Но, если вы рукожоп, как и я, проходите Skyward Sword не на Wii, а на свече. Фух, что-то я разошёлся ругаться. Надо остыть, расслабиться, поплавать. Тем более, есть где. На Wii вышло аж два Endless Ocean. Настоящий скубодайвинг я попробовал уже в преклонном возрасте. И очень всем его рекомендую. Вот он я, видите, барахтаюсь и дико прусь от этого. Но, если нет возможности бульбулькать в настоящих морях прям сейчас, можно же сделать это в вымышленном море. Потеребонькать рыбок, посмотреть пингвинов, дельфинов, китов. Да много кого посмотреть. Тем более, Endless Ocean и по меркам Wii выглядят отлично. Бесконфликтные и медитативные бесконечные океаны точно не игры для каждого. Кто-то будет спорить, а игры ли это вообще. Но, если вы, как и я, во-первых, зажрались, и вам нужно, ну что-нибудь эдакое. А во-вторых, нуждаетесь в отдыхе и умиротворении. Может, это океан для вас? Помню, как читал обзоры на Animal Crossing на кубик в журналах и думал, ну что, блин, ну какая же это крутая штука. Идея свободного времяпровождения с кучей активностей, массой всяких секретов, привязанными к календарю праздниками, казалось мне прям очень-очень-очень крутой. И я думал, ну обязательно на геймкубе в такую крутую вещь поиграю. На дворе 24-й год, а я до сих пор не поиграл ни в основные игры серии, ни в спин-оффы. Как не поиграл и ни в один Harvest Moon. Позор мне в общем. Как-нибудь исправлю. И Harvest Moon и Animal Crossing у меня на разные системы в коллекции есть. Надо только с чего-то начать. Ну, конечно, есть шанс, что вы про всякие RPG с Марио ничегошинки не слышали. Но шанс это, прямо скажем, мизерный. Все про какие-то там RPG с Марио знают, но я подозреваю, не все в них играли. Но это ж просто RPG с Марио, так ведь? А вот и не так. Это игры очень креативные, с фирменным детским юмором, яркие, способные подарить вам уйму позитива. В общем, точно заслуживающее внимание. RPG сусачом накопилось много. Помимо стендалон тайтлов есть целые линейки таких игр. Одна из таких линейк Paper Mario. Третья игра Paper Mario серии. Яркий замес RPG и платформера. Супер Paper Mario для Wii. В этой покупке эта игра была аж в двух экземплярах в разных версиях. И оба силбы. Все в Muramasa The Demon Blade прям кричит. Люби меня, дорогой игролов. Потрясающая 2D графика. Крутейший сеттинг с симпатичнейшими демонюгами. Сумасшедшие комбо и яростный экшен. Пока смотрел ролики, жадно облизывался и потирал руки. Ух, я до нее доберусь. Ух, обыграюсь. И добрался. Но не обыгрался. Два раза начинал и оба раза бросал. Смотря на ролики с геймплеем, это тяжело себе представить. Но мне было банально скучно. Много бестолковой беготни. А экшен на поверку оказался не таким уж забудробительным. Может, конечно, не распробовал. Но сяду ли я за эту игру еще раз, непонятно. Честно, не знаю. Но! Вещь эта однозначно не халтурная. Сами пробуйте, сами оценивайте. Wii – консоль сверхпопулярная. Маркетинговая энергия Nintendo, позиционировавшая эту приставку как консоль для дома, для семьи, как девайс, с которым может играть даже ваша собачка и кошка, свое дело делала. Всякие там Wii Sports, от которых игроснобы крестились и презрительно фыркали, продавались гигантскими тиражами, даже в тех регионах, где они не шли в комплекте с приставкой. Лично я в тот момент, поведясь на этот маркетинговый посыл, для себя окрестил Wii-консолью для казуалов. И несмотря на то, что 360-й бокс и PlayStation 3 у меня появились практически своевременно, Wii-шечка долго, вплоть где-то до 2012 года, у меня дома не заводилась. Я даже новости об играх этой системы в то время игнорировал, думая, что хороших игр на Wii наберется, ну, ну, не больше десятка. А теперь вспомните еще раз все те игры, которые мы в этом ролике увидели. И давайте признаемся честно. Я – балбес. Библиотека Wii разнообразна и богата, в том числе на всякие эксклюзивы. Сейчас у меня в коллекции уже около 200 Wii игр, есть дубли, но более 150 из них разные. И это хорошие игры. Вот такая-то крутая, необычная консоль с богатой библиотекой на самый разный вкус. Друзья, мы посмотрели с вами аж три серии про игры Wii, Wii U в богатом улове. И на этом мы не остановимся. Канал только набирает обороты. Мне много всего хочется вам рассказать. Про коллекционирование, про игры, про консоли. Обязательно подписывайтесь, колокольчики там всякие, все дела. Так вы и канал поддержите, и не пропустите новый годный контент. Подвести итог всех трех серий хочется словами благодарности Диме, продавшему мне такую крутую коллекцию. Дима, тебе медаль за мужество можно давать. Как ты, любовно это великолепие собравший, решил расстаться с таким сокровищем? До сих пор не понимаю. Спасибо тебе и знай, твоя коллекция в любящих руках. А всем любимым зрителям хочу сказать спасибо за просмотр. Всего вам хорошего, друзья. Скоро увидимся снова.